По ВВЦ мы сейчас прорабатываем градостроительную возможность строительную. Пока работа идет таким образом, Сергей Семенович лично занимается этим вопросом, возглавил этот штаб. Сейчас пока идет просто наведение порядка на территории ВВЦ. Мы параллельно смотрим градостроительность, что можно сделать с развитием этой территории, как транспортом обеспечить. У нас там есть, допустим, в планах реконструкции улицы, сельскохозяйственное расширение улицы Вильгельма, Пика. У нас есть ТПУ, Ботаническая, в той же зоне, примыкающая. Мы проспект Мира. Сейчас смотрим, в какой части можно улучшить движение транспорта. Сейчас идет градостроительная проработка. Она где-то через 6 месяцев будет готова. Проекты могут быть разные, но принципиально что-то должно быть? Пока идет работа. Я могу сказать один очень важный момент. То решение, которое Сергей Семенович принял на последнем посещении, что из выставочного павильона, который принадлежит Москве, 7 тысяч квадратных метров передает нашему комплексу для строительства макета. Для строительства не только макета, а центра градостроительного развития Москвы. Такие центры есть во всем мире. Я вот сам лично был в Нью-Йорке, в Шанхае, в Пекине. Скажем, в Шанхае, в Пекине в год такие центры посещают от 4 до 5 миллионов посетителей. Что такое центр градостроительного развития? Это макет города. Как правило, в большом масштабе, например, в Нью-Йорке макет города составляет порядка 940 метров. Наш макет, который мы сейчас планируем сделать, он будет порядка 1000 метров. И будет самый большой макет в мире. То есть это макет в наглядном виде. Плюс в электронном, интерактивном виде все развитие города по транспорту, история, существующее положение и перспектива развития города на ближайшие 20-50 лет. То есть, чтобы каждый житель города мог понимать, не просто вот ему там рассказали, а может прийти и увидеть, вот здесь вот сейчас находится мой дом, или вот здесь я работаю, а перспективе здесь через 10 лет будет вот это. Или через 20 лет ничего здесь не изменится, или что-то изменится. То есть это вообще для понимания развития города, это очень необходимый такой проект, но не зря все мировые мегаполисы на эти проекты идут. Про макет, как у нас в неделе вопрос. Немножко странно, когда есть такого уровня технологии компьютерной, 3D-модели, посмотреть все и тратить достаточно большие деньги на создание макет. А у нас на самом деле будет и модель в этом центре, и 3D-модель, потому что 3D-модель, она, как правило, для специалистов. То есть это вот для узких специалистов. Мы, например, сегодня, когда на ГЗК выносим решение, мы выносим проекты в 3D-модели, для того, чтобы понять, как это все происходит. Модель наглядная города, она на самом деле тоже является важнейшим инструментом принятия решения. На самом деле людей, которые 3D-модели в голове могут представить градостроительное развитие города, как это будет выглядеть, но таких специалистов, они, конечно, теоретически есть, но я таких людей не знаю. Поэтому для того, чтобы принять решение, а вот здесь как будет застройка этого микрорайона, как она ляжет в транспортную сеть, как она будет увязана с окружающей территорией, поэтому макет в данном случае является инструментом. Это не вопрос просто информационной или рекламы, это инструмент принятия управленческих решений. Я хочу сказать, что стоимость управленческого решения, с учетом масштаба Москвы, с учетом того, что это огромный мегаполис, стоимость этого решения, она имеет колоссальную стоимость. Можно так дорогу поставить, а можно вот так ее. Можно построить вот такой объем недвижимости, а можно вот такой. Можно построить определенные высоты недвижимость, например, принизить развитие существующей территории рядом. Вот эти решения, которые принимают люди, во-первых, они должны это принимать коллегиально, не кто-то один. Во-вторых, они должны, люди, которые этим занимаются, в том же самое ГЗК, они вообще должны это принимать наглядно, понимая, как это происходит. Потому что, я еще раз повторяю, людей, которые из того, что нарисовано на бумаге, из того, что сделано в модели 3D и как это будет в жизни, вот таких людей, специалистов, я таких не знаю, кто единолично может представить развитие города. Поэтому во всем мире, во всех крупных мегаполисах, это практика создания макетов. Это практика, и вот я лично говорю, был в каждом городе, в котором я крупно бываю, я обязательно иду, смотрю, где макеты города и как развитие города представлено. И здесь, конечно, очень хорошо продвинулись китайцы. У китайцев, более того, я скажу, они приняли на законодательном уровне, что любой населенный пункт, включая даже поселок, должен иметь макет своего развития. Вот мы приезжаем, у них, поселок в понимании их поселок, а в нашем это поселок, там 100 тысяч жителей, это российский город. Мы когда приезжаем в этот поселок, да, там, и там везде макеты. В мэрии, ну, у них мэрия, у муниципалитет, у них обязательно комната выделена с макетами. И любой житель может прийти, специалисты приходят и говорят, так вот, мы сейчас построили это, будем строить это, это, это. Поэтому это очень важный, необходимый инструмент для работы. Продолжение следует...